История группы «Разные люди» началась еще в 80-х годах в Харькове. Тогда команда записала несколько альбомов и на гребне волны славы объехала почти весь Советский Союз. Популярность пришла быстро. Едва войдя в отечественную рок-культуру, они стали ее главным символом и легендой. Наша музыка, она абсолютно не агрессивная, не взирая на свою жесткость, она абсолютно позитивная. И я надеюсь, оставляет в душах людей, которые приходят даже впервые, определенный след. После распада Советского Союза интерес к их музыке только возрастал. Украина, Россия, США, Израиль. Гастроли почти круглый год. Со временем артисты переехали в северную столицу России и в 2014-м отметили 25-летие группы. Бессменный солист Александр Чернецкий рассказал, всегда, выступая на большой или малой сцене, поют, как в последний раз. И добавил, в музыке любят экспериментировать и пробовать разные жанры, для того, чтобы найти ту самую золотую середину. Вне жанровость позволяет играть что джазовые, что металлические, коровые, блюзовые, кантри, например. Ну, в общем, здесь нет никаких рамок, и это слава Богу. В Севастополе артисты выступили впервые. Говорят, мечтают бывать здесь чаще. Планируют и впредь делиться позитивом с севастопольской публикой. Анна Козлова, Дмитрий Долгов. Информационный канал Севастополя.